К эфиру «Фридома» присоединяется Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины. Тем предостаточно известно, что буквально несколько часов назад россияне нанесли очередные удары и конкретно по городу Херсону. В результате произошло возгорание и повреждение автомобилей. В одном из них заживо сгорел человек. Наталья, здравствуйте. Слава Украине. Здравствуйте. Герои от Славы витают. Наталья, много уже сейчас я сказал о том, что происходит в Херсонской области с самого утра. Враг наносит удары по Херсону. Будьте добры, расскажите, пожалуйста, какая еще оперативная обстановка в зоне ответственности сил обороны Юга Украины? Ну, ситуация действительно остается такой же напряженной, как и была. И враг продолжает добить с помощью авиации. Это его основной приоритет. И противовес, который он может сейчас предложить в подтверждение своей силы, скажем так. Они пытаются с помощью авиационных ударов убедить свое население, убедить свои войска в том, что они непобедимы, что они настолько сильны. На самом же деле, фактически уничтожают гражданскую инфраструктуру, уничтожают социальную инфраструктуру, населенные пункты. Но при этом абсолютно не имеют воздействия на силы обороны. Наталья, мы знаем, что враг продолжает терроризировать еще и тактической авиакции пути гражданского судоходства в Черном море, сбрасывая при этом взрывные предметы по вероятному маршруту движения гражданских судов. За минувшие сутки зафиксирован сброс трех таких предметов. Об этом сообщалось накануне. Насколько мы понимаем, это морские донные мины. Мы это обсуждали также в наших эфирах, которые оккупанты рассыпают по пути альтернативного зернового коридора. Что можете сказать сегодня о минной безопасности в Черном море? Сегодня день, международный день Черного моря. Об этом вспоминал Владимир Зеленский. И как быстро можно найти и ликвидировать эти цели, которые появляются в Акватории? Во-первых, мы не знаем с абсолютной точностью, что именно сбрасывает враг. Мы можем говорить о предположениях, об анализе, что это может быть. Кроме того, регулярные такие рейсы, налеты на навигационный коридор. Это понятно, что демонстрация своего присутствия, поскольку корабельно-катерным составом они этого обеспечить сейчас не могут. Из-за боязни наткнуться на непредвиденную опасность. Они предпочитают находиться ближе к Новороссийскому. Авиация остается, опять же, их приоритетом. Поэтому они с помощью именно тактической авиации вот таким образом пытаются терроризировать гражданское судоходство. Но силы обороны обеспечивают безопасность этого коридора. И все суда, которые прислушиваются к рекомендациям силы обороны и следуют им, проходят этот путь благополучно. Будем надеяться, что так и будет. Все секреты нашего противодействия врагу раскрывать не будем, поскольку сегодня силы обороны работают в одиночку. Фактически не пользуясь гарантиями международных партнеров, как это было с зерновым коридором. Поэтому тот коридор, который существует сегодня, так называемый гуманитарный навигационный коридор, обеспечивается в сегменте безопасности сугубо силами обороны. Наталья, ну и сегодня этот коридор работает в том числе и без присутствия Российской Федерации, так ведь? Абсолютно точно. И в течение сентября-октября в северо-западной части Черного моря, близ устья Дуная, на минах подорвались три коммерческих суда. Это танкеры и два сухогруза. Скажите, что известно о совместной работе Турции, Болгарии и Румынии по очистке акватории от мин? Были такие сообщения в 20-х числах октября от этих стран? Ведутся переговоры о создании рабочих групп. Очевидно, что они будут работать в тех зонах, которые сегодня им доступны. Потому что, напомню, за время полномасштабного вторжения морские мины, которыми насыщено сегодня территориальное море и исключительно морская экономическая зона Украины, приносило течение к берегам и других стран Черноморского бассейна. И Румыния, и Болгария, и Грузия, и Турция познали таких непрошенных гостей. Поэтому очевидно, что они будут прорабатывать и свои территориальные воды. В Румынии установили систему борьбы с дронами на границе с Украиной. Об этом заявил президент страны Йоханнес. Это произошло на фоне неоднократных прилетов, обломков российских БПЛА на приграничную румынскую территорию. По словам Йоханнеса, систему продолжают сейчас совершенствовать, чтобы предотвратить падение обломков дронов, которые Россия регулярно запускает по Украине. И Йоханнес уточнял, что радары теперь способны обнаруживать цели на значительно более низкой высоте, чем раньше. Наталья, расскажите, если есть детали, что подразумевается под словами румынского президента оборудование для борьбы с беспилотниками? Это будут какие-то системы подавления, системы ПВО? И помогут ли эти системы для защиты приграничных портовых городов? Ну, навряд ли. Министерство обороны Румынии планировало раскрывать суть своей защиты. Поэтому это их приоритет. Они будут использовать все то, что может обеспечить их безопасность. И это грамотное, взвешенное, правильное решение на государственном уровне, когда непосредственно возле твоих границ происходят такие атаки. Рассчитывать на то, что румынская система противовоздушной обороны будет обеспечивать безопасность наших портов, наверное, не приходится правильнее оборудовать свою систему защиты. которая будет действовать безысказно. И эта работа ведется, потому что мы понимаем, что несмотря на то, что это сложный вид атаки, однозначно дроном предстоит преодолеть большое расстояние. И оказавшись на юге Одесской области и работать по Придунаю, это все-таки большая работа, но и результативность наших мобильных огневых групп и других способов и средств противовоздушной обороны постоянно повышается, и их плотность тоже будет повышаться. Уточните, пожалуйста, насколько часто сейчас Одесский регион становится целью для российских оккупантов и для обстрелов? К сожалению, даже вчерашний день не стал исключением. И была использована баллистика. Это такой нетипичный способ со стороны врага. Но в последнее время мы наблюдаем, что по всей территории Украины, куда могут достигать такого рода комплексы, оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», действие которого, напомню, оценивается как радиус 500 километров, вот враг время от времени применяет такие ракеты. И, вероятнее всего, это способ поддержания такого тонуса, напряжения определенного на тот момент, пока будут накапливаться силы для массированных ракетных ударов. Они не обязательны к исполнению, они абсолютно вероятны по аналитике, по тому предшествующему периоду, за который враг мог накопить такие ракеты. Наталья, давайте обсудим еще одну информацию, которую дает аналитики Института изучения войны. Они пишут о том, что российское командование уволило Олега Макаревича с должности командира группировки Днепр в Херсонской области. Вместо него назначили командующего российскими ВДВ Михаила Теплинского. И в сообщении аналитиков говорится о том, что это произошло вероятнее из-за того, что в Кремле обеспокоены движением ВСУ на левом берегу Днепра. Расскажите, что известно о ротации российских генералов и с чем действительно связана эта замена? Ну, с чем она связана действительно, то, скорее всего, знают действительно в Кремле. А у нас есть свое видение того, что достаточно часто смена командующих конкретно и в нашей зоне ответственности происходила либо биологическим путем, то есть поражение пункта управления, либо, если говорить о пути оперативного решения, когда это обосновано какими-то изменениями в дальнейшей тактике и стратегии поведения, то это все предшествовало принятию, как это было у Суровикина, сложных решений. Сложных решений, да. Наталья, как оцените сегодняшний результат? Генштаб ВСУ утром опубликовал данные о потерях российской армии. Они уже достигли этой психологической отметки в 300 тысяч. Неплохой хэллоуин для отметки 31 число. Да. Вы знаете, и стоит еще поговорить о том, что уничтожается не только личный состав оккупационной армии, но и техника врага. В ВСУ подтвердили успешное поражение стратегического объекта системы ПВО на западном побережье временно оккупированного Крыма. РосСМИ пишут, что удары были нанесены по базе ПВО в Еленовке, а в Министерстве обороны Российской Федерации традиционно говорили о том, что Украина пыталась атаковать Крым, но все цели, как всегда, у них сбиты, поражены и так далее. ПВО якобы перехватили даже ракеты Storm Shadow. Взрывы были слышны в САКах, Севастополе. Это о событиях вчерашнего дня. Расскажите, есть ли у вас детали происходящего в Крыму? Пока могу сказать только о том, что хотелось бы, чтобы побольше вот таких мощных защитных комплексов, которые оберегают запасы врага, превращалось в детали после нашей работы. И таким образом нам удастся и наступательные мощности врага превращать в одни детальки. Это большая работа, которая еще не закончена, и мы видим только внешнюю ее часть. Давайте дождемся, когда будут подведены основательные итоги. А это уже не за горами. Хорошо. И партизанское движение АТЭШ сообщает, что российские оккупанты разместили ПВО «Панцирь-С1» на территории нефтебазы Феодосии. Также неподалеку находится база военной техники. И партизаны делают следующий вывод. Далее цитата. Расположение ПВО на нефтебазе демонстрирует не только проблемы с топливом на полуострове, но и указывает на важность этого объекта для российских оккупантов и их стремление оградить его от возможных атак сил обороны Украины. Наталья, согласны ли вы с утверждением наших партизан? Абсолютно точно. И мы наблюдаем сейчас, что продырявленная система противовоздушной обороны нашей успешной работы, та, что была развернута на Крымском полуострове, сейчас нуждается в изрядной штопке. И они пытаются это производить путем маневров, переставляя защитные комплексы для того, чтобы действительно прикрывать наиболее важные объекты. А, конечно, объект сосредоточения такого количества топлива это важный стратегический объект. Скажите, а системы эти ПВО, которые они рассредотачивают сейчас на полуострове, это какие-то новые системы, которые везутся с непосредственной территории Российской Федерации либо с других участков фронта на временно оккупированных территориях нашей украинской земли? Мы пока не фиксировали подвоза новой техники туда. Видим, что маневрируют тем, что было в наличии. Просто перераспределяют сектор ответственности. Частная военная компания «Редут», которую контролирует сейчас российский ГУР, пытается вербовать женщин для войны против Украины и уже объявила набор на боевые специальности в добровольческий батальон «Борс». Наталья, как вы считаете, вербовка женщин на войну это признак чего в российской оккупационной армии? Наверняка они бы хотели это продать как принцип гендерного равенства, но на самом деле это означает, что ресурсы заканчиваются. И очевидным есть то, что вербовка женщин – это пополнение запасов. А пополнение запасов для них важно в бесполом соотношении, то есть им нужно количество, нужна живая сила, которая будет на любом направлении пополнять запасы подразделений. Потому что потери, о которых мы с вами говорили, и те 300 тысяч – это тоже не так мало даже для такой густонаселенной страны, как Россия. Были сообщения о том, что эти женщины якобы пытаются стать снайперами, а также операторами БПЛА. Кроме того, были сообщения о том, что в Крыму россияне создали школу пилотов, FPV-дронов. Школу эту открыли в так называемом Крымском федеральном университете. И обучают обращение там с БПЛА студенты и преподаватели этого заведения. Организаторы говорят, что эта школа выпускает по 10 готовых пилотов каждые две недели. То есть за полгода она может выпустить 120 операторов БПЛА, которые отправятся на войну против Украины. Как вы считаете, возможно ли подготовить пилота и FPV-дрона за такое короткое время? Ну, наверняка они рассчитывают на соотношение, что большего срока тратить не стоит, потому что и этот пилот дрона тоже на фронте не проживет дольше. Это из категории черного юмора все-таки сегодня Хэллоуин. А если говорить откровенно, то, конечно, качество подготовки это можно оценить как очень-очень базовое и, скорее всего, максимально наращивать свои умения, они будут уже в боевой ситуации. Это такой себе взгляд посадка. Мне вспомнилась статья новая газета Европа. Журналисты издания провели расследование с помощью нехитрых математических формул пришли к выводу, что продолжительность жизни российского оккупанта на линии фронта составляет 60 дней. Собственно, поэтому такое короткое обучение и людей там, увы, не считают. Давайте еще о дронах с вами поговорим. Иран модернизирует дроны камикадзе «Шахет». Усовершенствованная версия имеет турбореактивный двигатель, который, вероятно, не будет гудеть, как мопед. Об этом также пишет пресса. Стали ли шахеты опаснее, чем были? Собственно, в этом вопросе. На сегодня мы не можем констатировать, что они уже стали опаснее, чем были. Ну и характерный звук это не самое опасное, что есть в нем и не самое основное, что помогает его выявить. Хотя часто достаточно мобильные огневые группы ориентируются в том числе и акустически, улавливая характерный звук мотора. Однако все-таки основным приоритетом является захват цели, захват цели желательно лазерным способом, который гарантирует максимальную эффективность попадания. А то, что они будут его усовершенствовать, это было очевидно с самого начала, как только мы услышали впервые эти характерные звуки, и мы уже задумались о том, что этот нюанс скорее всего будет переведен в разряд незаметного, и нам нужно иметь к этому моменту соответствующее противодействие. Мы продолжаем работать над усовершенствованием системы дронового противодействия. Наталья, еще немного о ситуации на линии фронта. Неоднократно мы уже сейчас даже это обсудили. В Генштабе ВСУ также говорят, что по разным направлениям россияне несут колоссальные потери, как в живой силе, так и в технике. Что вы скажете об этой интенсификации осенних боев со стороны Российской Федерации? Чего добивается Кремль сейчас? Во-первых, у них очень часто победы или какие-то военные задачи скоординированы и перенаправлены на политический подтекст. То есть к какому-то конкретному дню дате к подведению итогов определенных им необходимо добыть какую-то победу. И их скрепная натура, которая тяготеет к соответствующим праздникам. 4 ноября у них очередной день так называемого величия России, когда необходимы какие-то победы. Абсолютно вероятно, что они будут пытаться подтянуть под значительную дату. Скажите, а что может измениться в ближайший месяц на поле боя, учитывая изменения погодных условий? Понятно, что повлияют погодные условия, потому что это и как правило в сезоне дождей и замедление продвижения техники и сложности перемещения. При этом надо понимать, что опадающие листва оголяют посадки, оголяют места маскировки техники, и это тоже имеет отголосок в общей тактике поведения. Мы видим уже, что в нашей зоне ответственности оккупанты тяготеют к тому, чтобы закрепиться на тех рубежах, которые оборудованы более тщательно, это железобетонные конструкции, то есть очередной этап обороны, который у них был, числился после минно-взрывчатых заграждений, которые смыла Каховская ГАДЕС, вот сейчас у них и приоритеты, они пытаются там закрепиться. Знаете, я уже сегодня упомянул неоднократно, что сегодня международный день Черного моря. Владимир Зеленский сегодня утром говорил о том, что Россия превратила Черное море в зону боевых действий, агрессии и угроз свободе судоходства. И накануне мне попалась буквально статья очень интересная старшего научного сотрудника института Гудзона Люка Кофи, она называется «Как Украина выигрывает битву за Черное море» и Кофи соглашается с тем, что Черноморский флот России уже прячется и бежит из Крыма, но также пишет о том, что значительная часть международного внимания прикована сейчас к жестоким боевым действиям на суше, тогда как борьба за контроль над Черным морем почему-то остается без внимания. Ну, это по мнению Кофи. Наталья, согласны ли вы с таким утверждением или скорее нет? Если так думают эксперты, возможно, у них сложилось такое мнение на основе той информации, которой они владеют. Мы со своей стороны знаем точно, что мы понимаем значение боевых действий и на суше, и на море. Наша зона ответственности предусматривает и то, и другое. У нас все под контролем. Наталья, спасибо вам большое за вашу работу и за то, что всегда находите время для нас, для Фридема. Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины была с нами в эфире. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.